Прошла ровно неделя с того страшного дня, когда в Париже произошла серия небывалых по своей жестокости терактов. Десятки погибших, сотни раненых, с французами все эти дни скорбит весь мир. Губернатор Евгений Куйвышев 16 ноября посетил Генеральное консульство Франции в Екатеринбурге, где оставил запись в книге соболезнований в память о жертвах терактов в Париже, произошедших 13 ноября. Напомним, губернатор отметил, что и жители Урала расценивают теракты как вызов всему миру в стремлении к мирной жизни и безопасности. По поручению главы региона в муниципалитетах проведены специальные тренировки по предотвращению проникновения на территорию посторонних лиц. В Новоуральске в том числе будут ужесточены режимные требования. Развитие темы в сюжете Альбина Бабковой. 13 ноября 2015 года. Должно быть самый страшный день в истории Пятой Республики. Самый чудовищный теракт за всю историю Франции, унесший жизни более 150 человек. Пока страшнее в мирной жизни Франции ничего не было. Впрочем, теперь уже все говорят о войне. Все от президента до желтой прессы. При этом никто не знает, как сделать, чтобы жертвами этой войны не становились мирные люди. По словам главы Новоуральского городского округа Владимира Машкова, в этом вопросе важно работать на опережение, предусматривать и профилактировать любую возможную угрозу. Тренировки постоянные. Они сейчас происходят, ну в этом году уже, по-моему, если не ошибаюсь, четвертые. То есть мы постоянно находимся в режиме тренировок. Это тоже правильно, потому что надо уметь действовать в чрезвычайных ситуациях. Не надо, чтобы пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот наша жизнь последняя, в том числе последние 15-20 лет, научила, что нужно работать на опережение. Вот сегодня. Значит, вот французы не работали на опережение, так сказать, вот и получили. Вот, к сожалению. И мы в этом плане немножко расслабились, значит, потому что, по сути дела, никакого контроля не было. Вот сейчас уже, по-моему, 47 стран, где к нашим самолетам вообще никого не будут подпускать. То есть обслуживание только в присутствии, значит, багаж тщательно будет проверяться там и так далее, и так далее. Ну, это выводы мы делаем. К сожалению, все инструкции, значит, пишут сокровью, к сожалению, инструкции по безопасности. Масштабный теракт в одной из старейших европейских столиц вызвал колоссальный резонанс во всем мире. Усилены меры антитеррористической безопасности в каждом государстве. 18 ноября по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвышева в каждом муниципалитете региона на объектах, имеющих паспорта антитеррористической защищенности, проведены специальные тренировки по предотвращению проникновения на территорию посторонних лиц. В рамках поручения президента и Национального антитеррористического комитета состоялось решение губернатора, состоялось решение областной антитеррористической комиссии об усилении мер антитеррористической защищенности. В рамках этих решений работа идет и в нашем городе. Но она у нас не ситуационная, она у нас строится на плановой основе. Мы в повседневной деятельности с учетом статуса зато очень серьезно относимся к вопросам антитеррористической защищенности. И в настоящее время принимаются на всех вышеуказанных объектах дополнительные меры, которые будут способствовать усилению защищенности наших объектов. Усиление мер безопасности приведет и к ужесточению режимных требований в Новоуральском городском округе. На сегодняшний день горожанам нужно быть готовыми к тому, что на контрольно-пропускных пунктах города могут проводиться усиленные досмотры и реагировать на это адекватной ситуации. Кроме того, напоминаем, что въезд в город осуществляется в установленном нормативном режиме. Он оформляется за 10 рабочих дней. Есть два аспекта безопасности. Безопасность на работе и безопасность в быту. Все мы люди находимся половину дня на работе, половину дня в быту. И вы всегда должны быть бдительны, обращать внимание на подозрительные вещи, на подозрительные предметы и своевременно информировать об этом либо руководство своего объекта, либо наши правоохранительные органы. Теракты в Париже объединили весь мир ценой десятков человеческих жизней. Объединили в призыве дать отпор терроризму. Еще раз напомнили нам о том, как важно понимать тот факт, что терроризм – это настоящая война против мира и гуманизма. Новоуральцы тоже не остались в стороне. Выразили солидарность и поддержку всем тем, кого коснулись эти страшные события. По-моему, весь народ переживает. Всем соболезны. Ну вообще тяжело пережить, конечно. Однозначно это угроза всему человечеству. Та ситуация, которая складывается сейчас в мире у нас, налицо война. По тем данным, которые до нас доходят, непосредственно уже было подтверждено, что одна россиянка присутствовала в театре и также уже не пострадала, а труп ее обнаружен уже. Конечно, соболезнования французскому народу можно высказать только. Сердце обливается кровью, просто смотря на данные события. Весь мир переживает и сочувствует парижанам. И мы думаем, что и наши люди там где-то и рядом были, и ездят же по всему миру. Ну и там все люди всей страны, всего мира. Так что мы их поддерживаем и сочувствуем. И мы надеемся, что мы выстоим. И надеемся на наше руководство, что они примут все меры безопасности. Конечно, когда происходят такие события, очень жалко людей, что гибнут. И никак это у нас не останавливается. Не знаю, когда же это закончится. То одних, то вторых. Прям перебирает все. Наша авиация хорошо бомбит. Я сам командир вертолета. Ну, надо защищаться. Как? Ну, с оружием, сказали же, по телевизору. Нечего смотреть, бить надо. Мне жалко людей, потому что погибает очень много людей в Париже. Они такие добрые, а их убивают. Ни за что просто. Трагедия, которая произошла во Франции, должна послужить катализатором и стимулом для объединения всех здравых сил в борьбе с этой угрозой. Потому что, к сожалению, нет никакой гарантии, что завтра это не повторится где-нибудь еще. Задуматься и принять трудное, но единственно возможное решение. Что если против нас всех идет война, значит уже нельзя оставаться в стороне. Альбина Бабкова, Лидия Голубева, Никита Евсеев и Павел Сизов. Новоурайская вещательная компания.